всем привет меня зовут вова ташаев и сегодня мы готовим один из моих самых любимых десертов ресторане любимый дядя это на самые главные ингредиенты в этом блюде во первых это тесто катаифи приготовить тесто катаифи дома невозможно поэтому советую просто купить или греческое или турецкое или сирийское это такие вот тоненькая-тоненькая лапша также у нас будет моцарелла сахарная пудра розовая вода конкретно эту я привожу из израиля но в принципе можно купить любого другого производителя хорошие фисташки варенье из розовых лепестков сливочного масла топленого немножко тимьяна лимона сахарного сиропа и малинового кули которые мы готовим сами я вам двух словах потом расскажу я думаю что примерно этого нам должно хватить на два кнафы если вы увидите в турции то в турции его нарезают на маленькие кусочки мы наоборот мы его рвем на относительно крупные такие лохмотья посыпаем сахарной пудрой небольшим количеством если будет слишком много сахарной пудры она у нас будет гореть при обжарке и можно добавить немножко соли рецепте его нет но я всегда люблю десертах совсем чуть-чуть солености и теперь масло лучше это делать вот так кисточкой таким образом распределяется достаточно равномерно масло мы не жалеем все 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 волосики вот эти вот должны быть пропитаны сливочным маслом немножко пудрой и накрываем влажным полотенцем чтобы вся эта история не высыхала теперь нам нужно натереть нашу моцареллу на крупной терке в принципе можно даже порубить ножом или порвать руками натираем немножко лимонной цедры на майкроплей пару веточек такого молодого тимьяна порубить внутрь слегка перемешиваем теперь готовим сами кнафы процесс в принципе не сложный берем кольца у меня такие высокие конечно лучше взять память поменьше соотношение теста и сыра должны быть примерно один к одному примерно на один слой должно быть около 40 грамм а на второй слой мы добавим чуть чуть меньше даже наверное 30 будет достаточно и мы распределяем максимально максимально равномерно по ну чтобы не было практически воздуха между ними и утрамбовываем дальше добавляем сыр очень важно чтобы сыр не доходил до краев сейчас вам это будет видно когда я уберу руки чтобы не доходил до края тесто где-то вот так в турции кнафы делают с таким очень молодым козьим сыром который невероятно плавится он не имеет какого-то яркого вкуса относительно нейтральный и благодаря розовой воде из сахарного сиропа ведет себя просто волшебно когда ходите по рынку и хотите сесть кнафы скорее всего его пожарят прям при вас на угольном гриле это во первых это очень красиво во вторых это очень 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 вкусно сверху кладем примерно то же самое количество теста где-то 30 грамм и опять же максимально равномерно распределяем его я советую слегка приморозить кнафы слегка это буквально пять минут закинуть его в морозилку убираем наше кольцо и это тоже накрываем еще одной бумагой пока наш кнафы слегка подмораживается мы делаем пару небольших этапов подготовки мы греем наш сахарный сироп и для этого мы используем поверхность бора во первых мы добавляем немного нашей розовой эссенции наш сироп совсем чуть-чуть буквально пару капель и мы рубим нашу фисташку фисташку мы перед этим конечно же слегка подпекли чтобы открыть ее вкус в нашем ягодном соусе это просто свежая малина перебитая 2 к 1 сахаром и немножечко лимонного сока перетертая через сито ничего сложного очень просто так как и все арабские сладости кнафы будет залить сахарным сиропом нам нужна такая небольшая кислота которая это сбалансирует наш кнафы мы приготовим в два этапа во-первых мы обжарим его на жировочной поверхности а во-вторых слегка допечем в нашей духовке в этом случае это комби стиммер от фауцу с огромным количеством вариантов с жаром паром для профессиональной выпечки в этот раз нам нужно будет использовать только сухой жар выставим на среднюю температуру градусов 180 сливочное масло топленое чтобы не горело и не жалеем до золотистой корочки с одной стороны переворачиваем до золотистой корочки с другой стороны красота сыр начинает немножечко плавится это уже очень-очень-очень красиво буквально на две минуты нашу духовку не жалеем не жалеем добавляем малиновый сироп вокруг кнафы немножечко свежей лимонной цедры фисташка напоминаю это все-таки арабский десерт немножко варенье из лепестков роз пару листиков тимьяна для ароматики ура приятного аппетита приятного аппетита ă